В зоне АТО сегодня ранены четверо наших военных, еще пять травмированы. Боевики обстреливают позиции армейцев на всех направлениях. На Луганском до 4 утра наемники поливали огнем из градов и артиллерии поселки Крымское и Смолянинова. Окупанты выпустили более сотни реактивных снарядов. А на Донецком направлении снова под обстрелами мирные жители. Днем наемники обстреляли село Зайцево. Разбита практически вся улица, где оставались жить семьи с детьми. Теперь они вынуждены выехать. От их домов мало что осталось. Но покинуть свое жилище непросто. Боевики прицельно открывают огонь по мирным жителям, чтобы отрезать им дорогу. Простреливают все улицы снайперским огнем, огнем пулеметов, автоматов. Периодически в село залетают выстрелы с РПГ и снаряды с СПГ. Две женщины получили осколочное ранение в результате обстрела мин с минометов 182-го калибра. И получила одна женщина и мужчина ранение в результате выстрела с противотанкового ружья со стороны противника снайпером. Сегодня же боевики ударили по Авдеевской промзоне из танков. Били из орудий калибра 125 мм и по Марьинке. А на Луганском направлении задействовали все вооружение. От реактивных установок град до ствольной артиллерии и минометов. Под шквальным огнем наемников находились села Крымское и Смолянинова. Двое украинских бойцов ранены. Тяжелое вооружение на Донбассе боевики возвращают на передовую. Об этом заявили в мониторинговой миссии ОБСЕ. СММ зафиксировало 69 единиц запрещенного вооружения, размещенного с нарушениями согласованных ли не разграничения. Вместе постоянного хранения вооружения, так называемой ЛНР и ДНР, не хватало 17 танков и 9 минометов. Всего, по данным ОБСЕ, на прошлой неделе зафиксировано 400 случаев использования реактивных систем залпового огня. А только сегодня, как сообщает штаб АТО, противник 49 раз открывал огонь по позициям украинских военных. Ярослав Кречко, Андрей Костюк, подробности, телеканал Интер.